Всем привет! Меня зовут Ольга Ермилова, я эксперт по управлению реальностью. И сегодня я хочу этим самым видео запустить новую рубрику на своем YouTube-канале, где мы будем говорить с вами совершенно неочевидных и, мне кажется, об очень вероятных вещах. Тому, что не видно обычному человеку, тому, что способны увидеть 10% людей, и поэтому я крайне надеюсь на то, что вы будете не согласны. Я надеюсь на то, что вы будете спорить, я надеюсь на то, что вы останетесь небезразличны, но больше всего я надеюсь на то, что вы поменяетесь. И, наконец-то, сможете посмотреть на те вещи, которые нам трактуют совершенно банально, обычно, и так, как мы должны это воспринимать со стороны тех людей, которые умеют думать. Потому что моя главная задача – включить ваш мозг и научить вас смотреть на буквальные, казалось бы, очень понятные и обычные вещи так, как могут смотреть только избранные. Сегодня первая тема, которую бы я хотела поднять, называется «Метавселенная». Метавселенная – то, что обсуждается сейчас сплошь и рядом, то, о чем мы говорим. Я не знаю, знаете ли вы, что такое метавселенная, что вы знаете о Фейсбуке, что вы представляете себе об этой мете, но я сегодня хочу немножечко ваш мозг поковырять и заставить поработать. Итак, давайте поговорим. Что же такое метавселенная и почему об этом говорят буквально все, кто в этом понимает и не очень, чего бояться в метавселенной и чего на самом деле нам стоит ожидать. А самое главное, в конце видео я расскажу вам о том, что на самом деле означает метавселенная и почему вы можете использовать это во благо себе уже прямо сегодня. Так что, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал, поставить колокольчик, потому что эти видео теперь будут выходить на моем канале регулярно. Итак, погнали. Для начала я хочу немножечко пару слов вообще рассказать о том, что такое метавселенная. Если вы позволите, я сделаю такое определение, которое я выписала. Метавселенная – это постоянное действующее виртуальное пространство, где люди взаимодействуют друг с другом посредством своего аватара. То есть, Фейсбук недавно объявил о том, что теперь у нас будет такая история, как мета. Сейчас создается большой виртуальный мир, в котором мы, люди, сможем жить, покупать себе жилплощадь, строить свои бизнесы, заниматься сексом, наверное. Я думаю, что в скором времени питаться. И все мы это можем делать в виртуальной реальности посредством создания аватара. Мы туда лично не пролезем, но может сделать это наш аватар. Если бы когда-нибудь, а я думаю, что это было, приходили в какие-то игровые центры или, возможно, просто магазины техники, надевали на себя вот эти очечи прекрасные, наверняка вы понимаете, что такое перенос в другую реальность. Когда ты находишься в этой обычной совершенно комнате или заходишь в какую-то капсулу, ты точно понимаешь, что твой зад находится в этой капсуле, что все вокруг тебя, вот ты щупаешь, ты надеваешь очки, и вдруг ты попадаешь в парк юрского периода на какие-то сумасшедшие гонки, ты становишься рыцарем, и в этот момент ты активно веришь. Ты боишься, что ты сейчас упадешь с американской горки, несмотря на то, что ты сидишь на черном стульчике, привязанном ремешками где-то в торговом центре. Ты боишься, что тебя сейчас могут убить, и очень часто ты переживаешь суперреальные ощущения. И если это дети, то они могут реально очень сильно бояться, пугаться, плакать, а уж простите, извините, вас может и стошнить, несмотря на то, что вас не будет кружить, но когда в ваших глазах ваш мозг подключается и начинается вся эта виртуальная история, просто можете проблеваться, ну вот такое может быть. Итак, к чему я это все говорю? Потому что первый вопрос, который хочется, конечно же, задать, а зачем это вообще нужно? Зачем? Ну можно сказать, игра, ну полно игр. Зачем это так делается глобально? Для чего прямо мета, вселенная? И прямо деньги туда уходят, инвесторы идут, уже какие-то земли там покупают. Давайте начнем с самого банального и простого. Понятное дело, что есть история про бизнес. Понятное дело, что люди смотрят, инвесторы особенно, куда идут деньги, куда идут тренды и создают место, куда люди хотят уйти. Но я хочу вас как думающих людей, я надеюсь, задать вам вопрос, а почему мы вдруг, имея свой мир, в котором есть все, настоящее и живое, вдруг хотим войти в какой-то другой мир, причем войти серьезно, с деньгами. Вот так они предполагают, что мы захотим зайти туда с деньгами, мы захотим там жить. Почему? Почему есть некоторые дети и взрослые люди в том числе, которые живут полностью в виртуальной реальности, в контексте игр и прочих вещей? Почему мы там живем? Безусловно, мы хотим попасть в другую реальность, тогда, когда эта реальность нас не устраивает. Как обычный человек воспринимает свою реальность? Да просто. Есть мир, семья, дом, где я родился, есть работа, есть страна, есть правительство, есть что-то, что происходит вокруг меня, и я как картошечка в борще варюсь внутри этого тазика. Что-то со мной происходит, мне здесь некомфортно. Как отсюда выбраться, я не знаю. И поэтому это же общество, эти же люди могут предложить мне альтернативу. И вот мне предлагают альтернативу, где я могу быть суперменом, где я могу начать обладать теми качествами, которых у меня никогда не было. Потому что все, что мне нужно сделать, эти качества просто создать, придумать, мне дают этот набор. Обратите внимание, пожалуйста, на ход моих мыслей. Мне дают, со мной делают. Я здесь как бы ни при чем. Мне дают, у меня есть эта возможность, я ее вижу буквально и иду. Так вот, человек хочет попасть в какую-то метавселенную, в параллельную реальность, тогда, когда эта реальность его не устраивает. Потому что, ну, как-то странно подумать о том, что мне очень нравится моя жизнь, и я прям хочу попасть в другую. Зачем? Зачем она мне надо? Первый момент мы с вами уловили. Человеку хочется чего-то другого. И большинство людей идет за другим не из интереса, а по вере того, что ему там будет лучше. Потому что, по сути, как состоит общество? Давайте пару слов. Как выглядит общество? Общество выглядит просто. Есть люди, которые управляют обществом, и есть, собственно, это общество. Самое главное для тех, кто управляет обществом, сделать так, чтобы общество было управляемо. Как нами управляют? Через средства массовой информации, вбросами постоянными о том, что происходит. Никто не знает, что происходит на самом деле. Мы можем судить об этом только по словам тех людей, которые сидят в телевизорах, или которые сейчас активно через интернет организовывают команды и вбрасывают. Мы сами ничего не понимаем. Мы судим о мире, о происходящем, о том, кто хороший или плохой, только по словам других людей. Так вот, неужели мы с вами можем подумать, что в этой метавселенной у нас будет полная свобода? Конечно, нет. Там нами тоже смогут управлять. Но там нами будут управлять гораздо опаснее. Почему? Давайте покопаем глубже. Итак, метавселенная. Безобидная совершенно вещь. Мы одеваем виртуальные очки, мы играем, сняли виртуальные очки, пошли жить. Помните, я вначале вам сказала о том, что когда мы надеваем те самые виртуальные очки, когда мы погружаемся в какую-то историю, почему нам это нравится? Потому что это прекрасная возможность отключиться от всех своих проблем, от вот этих вот семейных разборок, от того, что ты должен кому-то деньги, от того, что тебе нужно идти на работу. Ты как будто бы выключаешься. Ну, давайте зададим себе вопрос. А вот сейчас у нас нету еще этой метавселенной. От чего мы отключаемся сейчас? Куда мы сейчас бежим с таким запросом? Водка, алкоголь подходит? Наркотики. Ну, может, я надеюсь, вы их не употребляли. Ну, возможно, травку курили. Тем не менее, наркотические средства видоизменяют сознание. И как бы ничего во внешнем мире не меняя, заметьте, внутри вас вам становится легко. Ну, когда вы выпиваете, вы точно это понимаете. Буду надеяться, что про наркотики вы ничего не знаете. Ну, галлюциногенные грибы, что-то вы об этом слышали. Окей, а сериалы? Когда мы начинаем смотреть сериал, и не можем от него оторваться, и 28 сезонов мы привязаны к сериалу, и мы надеемся, что мы заболеем ковидом или еще чем-нибудь, главное не оторваться от сериала, стерто-стерто. Есть такое? Сто процентов. Такое же перевоплощение, такое же погружение в жизни этих героев, очень часто олицетворение себя с каким-то героем, и мы с вами неоднократно видим, как люди, насмотревшись каких-то фильмов, берут автоматы и тоже превращаются в каких-то спасателей, частильщиков или прочих вещей. Что происходит? Давайте покопаем глубже. Что же происходит? Почему это происходит? Все это происходит, потому что мы с вами забываем об одном простом моменте. Мы с вами, это не коробочка, которую мы видим. Ручки, ножки. Внутри нас есть самый ценный орган. Это наш мозг. Фантастический, абсолютно фантастический орган. Фантастический пульт управления от нашей реальности. Какие возможности есть у мозга? Вот знаете, тут самый большой, опять-таки, нюанс. Именно за счет того, что ни в школе, нигде нас массово не обучают, как работает наш мозг и как создается наша реальность. Именно поэтому мы, простите, тупеньки, глупеньки, вот как-то так. Давайте об этом поговорим, потому что моя задача до вас это донести и объяснить вам, насколько опасно, может быть, надеть какие-то виртуальные очки или позволить другим программам или людям проникнуть в ваше изначально сознание, а затем от сознания. Итак, легкий краткий экскурс. У нас с вами есть мозг. У мозга существует множество нейронов, которые формируются на моменте того, когда у нас происходит буквально зачатие ребенка. Когда мы рождаемся, у нас там уже триллиарды нейронов. Посредством нейронов записываются различные наши привычки и программы. Нейронная связь – это некая программа, которую мы постоянно выполняем, и она у нас формируется как некая определенная привычка. К определенному возрасту, там 6-12 годам, у каждого по-разному, ребенок формируется как личность и состоит из набора привычек. То, что мы считаем хорошо, плохо, как мы умеем писать, считать, делать, реагировать, мы веселые и грустные – это все набор наших привычек, который в нас синхронизирован как набор нейронов, нейронных таких цепочек, связей. Но относительно недавно было доказано, что у нас существует такой интересный механизм, который называется нейропластичный. Доказано, что мы в любом абсолютно возрасте можем разрушать старые нейронные связи и формировать новые путем разрыва и освобождения от некоторых убеждений, которые к нам приходят бессознательно. Что такое бессознательно? Бессознательно – это когда вы слепо доверяете своему родителю, ящику, который называется телевизором, каким-то дядькам, которые где-то сидят, и вот они вам говорят – вот это хорошо, вот это плохо, эти хорошие, эти плохие, от этих бегите, тут будем взрывать, тут надевайте маски, тут сюда, и вы все это принимаете взаправду, потому что это же говорят люди с телевизора, люди старше вас, какие-то люди. Это то, что называется неосознанность. Неосознанность – это ваша неспособность думать. А теперь, если вы, представьте, живете по такому принципу, и вы всему доверяете, то неужели вы считаете, что надев очки виртуальной реальности, мета-вселенной, где вы, например, имеете возможность, в отличие от реальной жизни, наделить свой аватар теми суперсилами, которых у вас нет, например, вы маленький худенький щуплев, которого все обижали, стоит ли говорить о том, что в виртуальной реальности вы захотите превратиться в большого сильного бугая, который будет всем мстить? Конечно, конечно, и это даже нормально. Вы вряд ли захотите там остаться с собой. Так вот, в виртуальной реальности, наделяя себя неосознанно, повторюсь, просто, включая просто агрессию, страх, желание мести, желание быть сильным, желание защищаться, ведь по сути мы реагируем как-то на происходящее с нами, и это похоже на возглас ребенка, который говорит, ну я когда вырасту, я тебя убью. Вот такое вот у нас появляется желание, и мы в этой самой метавселенной виртуальной реальности можем наделить себя любыми качествами. И вы можете сказать, Оль, ну что в этом плохого, это же игра, все было бы хорошо, но наш мозг не воспринимает это как игру. Ведь метавселенная – это абсолютное, постоянное, действующее, виртуальное пространство, в котором человек может жить практически постоянно. И поверьте, огромное количество людей захочет в это метапространство нырнуть. Почему? Да потому что его собственная жизнь ему жутко не нравится, и у него есть возможность прямо сейчас превратиться в кого-то другого. Но есть момент, потому что как бы мы не хотели, но жить постоянно в виртуальной реальности не получится. Но вот что произойдет с мозгом, который будет постоянно считать себя кем-то другим, а наш мозг, друзья, не отличает реальность и фантазию. То, что он способен представить, то он дальше и прорабатывает. Как это прорабатывать? А очень просто. Когда наш мозг начинает что-то видеть, видеть картинку определенную, он начинает, точнее не он начинает, а создается с помощью импульсов энергетическое пространство, энергетические вибрации. Если мы находимся в состоянии кайфа, радости, удовольствия, создается позитивное поле, которое притягивает в нашу жизнь ситуацию и обстоятельства с таким же знаком. Но если мы превращаемся в злого, агрессивного человека, который решил, что он человек-паук плохой, и он будет всех защищать, то наш мозг начинает создавать вокруг себя негативное поле и притягивать в нашу реальную жизнь различные ситуации и обстоятельства со знаком минус. То есть вы должны понимать, что неважно, мозг играет или не играет, для него этого понятия не существует. Для него существует только то, что он способен увидеть. Так вот, вернемся снова к этой метавселенной. Так что же, играть или не играть? Ну, знаете, было бы слишком смешно, если бы это целое видео посвятило истории о том, играть или не играть. Тут такое дело, как-нибудь без меня разберетесь. Моя задача научить вас думать. И сейчас я хочу рассказать вам о фантастической возможности, которая есть у вас прямо сейчас, не стоит вам никаких денег, но вы о ней просто не знаете. Итак, какая по сути разница между метавселенной и между возможностью нашего мозга закрывать глаза и визуализировать и представлять себе все, что угодно? Разница только одна. И она строится на человеческой слабости. Называется это лень. Человек обычный, человек обыкновенный, очень не любит самостоятельно принимать решения и брать ответственность за свою жизнь. Человеку гораздо проще найти готовое решение, выбрать. Поэтому, что такое виртуальная реальность? Это реальность, которую нам создали. Ты надеваешь очки и видишь, из чего тебе нужно выбирать. Мир для тебя создан. Но, как я уже говорила, мир создается не просто так. Не потому, что какие-то хорошие люди что-то создают. Они создают с целью управлять. Любая социальная сеть, которая создана, она создана с целью сбора данных, с целью продажи своих рекламы, с целью огромным количеством. Но, поверьте, на последнем месте стоит цель, чтобы люди общались между собой. Эта цель существует, безусловно, но это та цель, которая транслируется нам. Истинные цели совершенно другие. Так вот, давайте теперь посмотрим, что мы с вами забыли, а многие не знали, о другой фантастической возможности нашего мозга. визуализации, самостоятельному созданию любых картинок, которые нам нужны. В чем здесь есть главный момент? Дело в том, что способность к визуализации, созданию так называемых мысленных слайдов, это та самая суперсила, которой обладают люди. Ведь если мы с вами научимся создавать желаемые нами, а не нарисованные кем-то, желаемые нами слайды, в которых мы будем концентрироваться и создавать из пространства энергетического ту желаемую картину, тот результат, который бы мы хотели получить в конкретном случае в нашей жизни, как бы мы хотели жить, какие мы хотим отношения, сколько мы хотим зарабатывать, чего мы желаем в этой жизни, создавая этот слайд, наш мозг начинает опять-таки излучать определенную вибрацию, которая помогает формировать вокруг человека поле, которое притягивает в его жизнь ситуации и обстоятельства, которые помогают достигнуть желаемой цели. Так вот представьте себе, что мы с вами имеем возможность делать это, но вместо этого мы ищем способы, куда бы нам пойти, чтобы нам что-то предложили и чтобы мы совершенно бесцельно где-то отдавали силы своего мозга и были под управлением кого-то другого. Подумайте только об этом. Наш мозг невероятный. И если вы, а мне хочется сказать, когда вы научитесь управлять своими мыслями, создавать те самые слайды, настраиваться на то энергетическое поле, которое вам необходимо, вы сможете получить в этой жизни все, что пожелаете. И достигается это путем тренировок. Но это уже совсем другая история. И если вам на самом деле этого захочется, то вы сможете прийти ко мне на рерайтер жизни и научиться это делать. А пока что мне бы хотелось в конце этого видео попросить вас написать свое мнение о том, что такое метавселенная, насколько это опасно, насколько для вас это интересно и что нового для себя вы узнали в этом видео. Каким бы ни было ваше мнение, мне сегодня это очень важно и очень интересно. Учите думать свой мозг. Учите себя думать несколько глубже и иначе. Не так просто и примитивно, как от нас этого ждут. Задавайте себе вопросы. Становитесь прокачанными и осознанными. И это 100% сделает вашу жизнь интересней. Я с нетерпением жду ваших комментариев под видео. И не забудьте подписаться на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!